Я чем только не торговал, начинали со сникерсов, действуя по китайскому принципу, как китайцы говорят, нельзя быть слишком близко к политикам, чтобы не обжечься, нельзя быть слишком далеко, чтобы не замерзнуть. У меня жена говорит, что у нас какая-то другая техника заколдованная, потому что, чтобы она не приобрела, и не ломаются, как правило, и снова утюг переставляется, опять сатурн, который у нас работает уже много лет, там так тот же чайник. Мы стимулируем людей, ну, во-первых, там питание, да, у нас, и даже в офисе бесплатное столовое, мы всем организовали, включая там всех рабочих, это бесплатная страховая медицина. Контрабанда подрывает не только там белый бизнес, да, подрывает, в первую очередь, производителей, которые создают рабочие места. Мы активно решили вкладывать в образовательный бизнес, потому что это действительно того, чего не хватает в Украине. Я считаю, что родина, и вот быть патриотами страны, это означает, что отучиться там и вернуться сюда, нужно знания применять здесь. Добрый день, в эфире программа «Персонас Бульнары Поготовой». И сегодня у нас в гостях основатель и собственник компании КТТ Групп, более известный как производитель бытовой техники «Сатурн». Президент Ассоциации производителей электротехники Украины Александр Громыко. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, ваша компания была основана почти 20 лет назад. 90-е вы вспоминаете с улыбкой на устах или все-таки с глубоким вдохом или выдохом? Да, ну я как человек позитивный и оптимист, я всегда смотрю в прошлое с улыбкой, потому что на самом деле много было совершено и ошибок, и многое, что вспомнить положительного и позитивного, в том числе и с 90-х, как говорят, лихие 90-е их называют. Поэтому, безусловно, с улыбкой и приятными воспоминаниями, потому что еще был молодой, еще много было энергии, и поэтому 90-е на самом деле мне запомнились в позитивном плане. Вы родились в Сибири, как-то долго перемещались, были в Москве, там жизнь сложилась, но как-то вы оказались в Украине? Да, так случилось, что мой отец геофизик, и поэтому переезжали, я, конечно, место рождения свое даже не помню, потому что мы переехали потом в Ташкент, в Узбекистан, и это было мое детство, уже Азия, Средняя Азия, переехали потом в Душанбе, заканчивал школу в Душанбе. В общем, я со Средней Азией, и больше, в общем-то, свое детство помню там. На самом деле, Москва, это был небольшой совершенно период времени, когда пошли первые заработки, мое поступление в УЗ, который я, к сожалению, не успел закончить, потому что вот те самые 90-е меня понесли по этой линии коммерции, потому что мне родители не помогали, жил даже в общежитии, и на тот момент пошли первые прибыли на перепродажи товаров на рынках Лужники. Ну, тогда торговали не только в Лужниках, тогда торговал весь Советский Союз. И весь Союз был как один большой рынок. Бывший, да, да, да. И все торговали, все знали, что нужно прийти на базар, или лучше на стадион, там ты найдешь все. Там ты найдешь все. Лужники просто был оптовый рынок, и с Лужников даже поставлялись товары в Украину. Тут у меня были родственники и друзья. И поэтому вы указались в Украине. Уже в 96-м году, то есть, да, у меня совсем маленький был период в Московске, в 96-м году я переехал в Киев. И тогда так получилось, что мы обнаружили, что в Украине нету дистрибьютора. По-прежнему поставляют недорогую бытовую технику, такая была марка «Ферст», из Москвы в Украину. Австрийская. Почему-то, да, австрийская. И почему-то тогда были поставки еще с Россией, при том, что уже была таможня между Украиной и Россией, но она была такая еще полупрозрачная на тот момент. И было удивление, что действительно Украина даже ближе находится к Австрии, но при этом эти бытовую технику, эти чайники, эти гиды, везут через Россию в Украину. Естественно, возникло желание, так сказать… И вдруг вас осенило. Осенило, да, для того, чтобы обойти наших московских еще на тот момент дистрибьютора и выйти напрямую, заключить прямой контракт с Австрией, открыть компанию в Киеве. И вот со своими друзьями, партнерами, которые у меня на тот момент были, мы такой подписали контракт. Как сейчас помню, в 96-м году мы поехали на «Жигулях» в Австрию, в Вену подписывать этот контракт нашим, вот, с моим товарищем. И мы вот, подписав этот контракт, мы вдвоем вложили все наши возможные деньги. То есть у меня не было ни квартиры еще своей, ничего на тот момент, но мои родители удивлялись, что ты заработал первые деньги, купил бы себе какое-то жилье, хоть какую-то квартиру. Ты все время на съемном жилье, то есть еще вчерашний студент общежития, да. Но мы решили все деньги вложить в технику и не прогадали, потому что первую же машину-фуру, которую мы привезли напрямую уже с Австрии в Украину, мы сразу заработали уже хорошие деньги. И открыли компанию, офис, оптовый склад. И, в общем-то, началось бурное развитие. А сколько вы вложили, если не секрет? Вот в тот момент было порядка 80 тысяч долларов, это были сумасшедшие деньги. Откуда вы их взяли? Ну, я же говорю, что у меня были вот эти первые заработки, это были как раз рынки Лужники. Вы торговали на рынке? Я чем только не торговал. Начинали со Сникерсов, потом поставляли шаровые опоры для разных автомобильных запчастей. То есть, был дефицит, это же 90-е годы. То есть, вы ориентировались на потребителя? Да, на потребителя, да. И, в общем-то, действительно, такое у нас, а с одной стороны в другое. То есть, с моими друзьями, в том числе со студентами, мы какие-то женские пальто и обувь перепродавали. Ну, в те времена было очень легко, ты вот тут в Лужниках купил, буквально за углом можно было уже продать. А куда-то в регион, в том числе и в Украину, сразу с наценкой 20-30% это просто перепродал из рук в руки, называется, перекинуть раньше, это было название, да, такое, этот товар. Поэтому, действительно, достаточно легко зарабатывались деньги, но хотелось действительно не рынков, хотелось какого-то более цивилизованного бизнеса. И вот, вот, обнаружил вот эту бытовую технику, ферст, о которой мы говорим, да, на тех же Лужниках, и мы вот начали как-то их перепродавать, и оказалось, что это выгоднее, чем, например, продукты питания и там одежда, на тот момент, конечно, да. То есть, вы благодаря этому контракту, первому контракту оказались в Украине? Да, совершенно верно, в 96-м году мы открыли компанию, уже с открытым офисом, и, как я говорю, вот вложили все свои деньги. Тогда был, на принципе, панели пропал, потому что вот просто все оставили, распродали последние остатки, там, какие у нас были какие-то пальто еще, в общем, у нас такой мультивалютный, как это говорят сейчас, корзина, тогда это у нас такой склад был, чего только не было. Но на тот момент, действительно, еще не было такой специализации, то есть, легко было зарабатывались деньги, потому что был всеобщий дефицит товара, и еще слабая насыщенность этих товаров вообще по стране. Поэтому, это возможно было тогда, сейчас, конечно, это нереально, поэтому эту историю нынешние молодые ребята, уже применить уже невозможно. Но, тем не менее, что можно применить? Вам тогда было 20 лет. Да, да. Почему вам поверили австрийцы? Только потому, что у вас были деньги? Поверили, потому что, да, мы сделали, конечно, предоплату, но, во-вторых, знаете, как, когда глаза горят, когда есть желание, действительно, и когда мы, конечно же, им расписали. Ну, собственно, расписали ту же самую технологию, которую использовал их московский дистрибьютор, мы ее изучили. На тот момент были журнал «Оптовик», у нас был журнал «Ужин бизнес», известный старейший журнал, в котором я сейчас, кстати, акционер, да, мы вошел в долю, являюсь акционером журнала этого бизнеса. И вот на тот момент мы показали, что мы будем подавать это рекламы, прайсы, журнал «Бизнес» и их техникой, мы посоздадим дилерскую сеть в Днепропетровске, Харькове. То есть вы должны были представить программу продвижения? Продвижение, совершенно верно. Мы представили, и вот, несмотря, ну, у меня, правда, мой товарищ был постарше меня, в общем-то, мы убедили, смогли австрийцев, что можно нам дать дистрибьюцию. Они говорят, ну, давайте с одной машины начнем, если вы удачно продадите, следующую будете покупать, подписываем с вами эксклюзивный контракт. Так и произошло. Мы первую машину очень быстро распродали, дали рекламу в том журнале «Бизнес» и их прайса, и уже открыли компанию, взяли бухгалтера, в общем, со «Сквад», и уже пошла… Ну, как положено все. Как положено, да. Это был уже 96-й год, это уже была цивилизованная торговля, уже вне рынков. Рынки, конечно, у нас покупали, но мы уже сами были офисными сотрудниками, в костюмах. В костюмах, что я не важно. В костюмах, точно, да. Но быстро у вас и не только это пошло. То есть через какое-то время, буквально через два года, вы создаете свою торговую марку «Сатурн». Так. А, собственно говоря, смотря, как работает «ФЕСТ», несложно догадаться об этой бизнес-модели. Но не у всех это получалось. Как это получилось у вас? Ну, как обычно, всегда дело случая. То есть у нас достаточно успешно продвигалась эта бытовая техника. Мы создали ту самую дилерскую сеть. Мы получили еще дистрибьюцию в компанию «Аквадроник» в Германии. Я съездил в Германию, подписал такой же контракт в 1997 году. То есть мы стали продавать еще и другие бренды. Уже даже и в Украине что-то покупали. Расширение нашего прайс-листа пошло. Очень были популярные, кстати, у «ФЕСТА», как сейчас помню, магнитофонные такие с лампочками на колонках. Народ покупал, мы их в контейнеры фурами возили. Даже потом напрямую нас контейнер отправили из Китая. Вот это был первый контейнер. Сами австрийцы предложили, что раз уж это хорошо продают, зачем нам везти в Австрию. Товар-то весь производился в Китае, мы уже это понимали. Можно сократить логистический путь. Да, логистический путь сократить. И вот эти магнитофоны с лампочками, светомузыка. То есть люди покупали двухкассетные магнитофоны, выключали свет, и оно с светомузыка работало. Светомузыка, домашняя дискотека. Да, домашняя дискотека была не очень хорошая, но вот это в 90-х годах люди очень хорошо приобретали. Часы, по-моему, 16 мелодий тоже очень хорошо улетали, такие электронные часы. И мы решили в 98-м году неожиданно для нас немецкая компания Акватроник сказала, что у нас уже появилась первая сеть магазинов, тогда называлась «Биттехника, весы». Компания, что мы хотим второго дистрибьютора, и мы будем поставлять второму дистрибьютору вот этой компании сети магазинов. Я говорю, так мы сами можем им поставлять, мы эксклюзивный дистрибьютор. Нет, у нас недостаточно объемов, в общем, на 99-й год мы с вами контракт не продлеваем. Вот такие разговоры были еще в 98-м. Это был действительно переворотный момент, когда я подумал, почему бы нам не поехать в Китай и попробовать вот так же, как сами немцы, вот так же, как и сами австрийцы, не заказывать продукцию напрямую на фабриках. Понятно, что это гораздо сложнее, потому что ассортимент большой, деньги нужны совершенно другие, естественно. А с чего начинался «Сатурн»? Вот как раз в 98-м году решили съездить. Это было лето, в август, как сейчас помню, прилетели мы в Гонконг. Была страшная жара. Тогда на тот момент где-то плюс 50 там было на солнце. Ходить было по улицам очень сложно. И мы пришлись по офисам, нашли компанию, которая нам организовала походы по офисам, фабрик, которые производят эту бытовую технику. А у нас как раз был впереди сезон, масляный радиатор мы пришли купить. Пока только их. То есть то, что мы хорошо умеем продавать, масляный радиатор, конвектор, обогреватель. То, что мы сейчас конвекторы, эти теплоэнфиляторы уже производим в Украине, но это чуть позже я расскажу. Мы на тот момент решили это приобрести. И, естественно, китайцы производят для любых брендов. Сатурн начинался с тепла. С обогревателя. Да, с тепла. Теплоэнфиляторы, конвекторы, масляный обогреватель. Так вот, мы нашли эти фабрики. Представительство этих фабрик было в Гонконге. И с ними мы увидели, что это те же самые обогреватели, которые носят имя Клотроника. Они работают для того же Ферста. Они говорят, пожалуйста, мы можем написать, как вы хотите. Вы Громыко, хотите мы напишем Громыко. Громыко, фамилия там, наверное, не очень. И вот, честно говоря, долгом я даже не раздумывал. Я просто думаю, что на разных языках, потому что я уже на тот момент понимал, что только одного рынка Украины будет маловато. Как немцы имеют дистрибьюцию в других странах, почему бы мне точно так же не получить дистрибьюцию самих немцев? То есть попробовать им составить уже конкуренцию в Болгарии, Венгрии, Польше. Да, они получили вместо, так сказать, партнера какого конкурента. То есть лишив меня дистрибьюции эксклюзива, да, они взрастили меня же как конкурент. Совершенно верно. То есть мы, и вот тогда почему-то такая вот идея пришла. Сатурн, потому что на разных языках поодинаковому звучит. И вот подали на патенты, уже потом еще выяснилось, что это, оказывается, моя планета по гороскопу. Сатурн, то есть это уже чуть позже, да, выяснилось. Я даже это сразу не знал, мне-то потом подсказали, в гороскопе просто не особо верил. И зарегистрировались, запатентовали этот бренд. И вот у нас первая закупка была тепла под маркой Сатурн, 98-й год. Это действительно 20 лет уже Сатурна, уже в этом году будет 21. Потрясающе. А обычно вот такая собственная торговая марка создается для капитализации, но потом для продажи. Да, но... Вам кто-нибудь уже предлагал купить? Варианты, конечно, и партнерские, купить часть компании целиком, естественно, были. Почему вы ее не продали? До кризисные варианты были, конечно, очень выгодные, но все казалось, что все это еще больше. Еще можно нарастить? Как и большинству, знаете, как компания, и акционерам всегда свое детище, всегда где-то там как-то жалко. Но я хочу сказать, что я не отношусь к тем категориям людей, которые всю жизнь держатся там за один бизнес и передам бизнес детям. На самом деле, как когда-то говорил Каха Бендукидзе такой в Грузии, известный реформатор, что на самом деле все продается, кроме чести и совести. Поэтому, безусловно, и в бизнесе, и я совершенно не против и партнеров, если это усиливает бизнес, да, это дает синергию бизнеса. То есть мы знаем, что тот же Илон Маск, создавший Тесла, там является уже маленьким акционером, да, этой компании. Зато какая стала мощная компания. Поэтому, если это дает синергию, то есть вот мы сейчас ведем, у нас, например, есть переговоры с крупными китайскими заводами, они заинтересовались нашими заводами, потому что следующий-то наш этап был уже обойти не европейцев уже со своими брендами, да, обойти самих китайцев и сделать такие же заводы в Украине. Вот это же основной наш этап развития, который идет сейчас, прямо в настоящее время. Вы перенесли часть производства из Китая сюда в Украину. В Украину, да. Ну, понятно, почему, потому что все-таки в Китае дороговато, у нас может быть дешевле. Все в бизнес, все понятно. Канев и Черкассы, почему эти города? За вас как-то чиновники боролись? Идите сюда, Александр Громыко, давайте у нас, откройте рабочие места, мы будем вот очень рады вам. Ну, нет, конечно, на тот момент, к сожалению... Для этого еще мы не дорослили. К сожалению, мы до этого не доросли, хотя я сейчас уже встречаю отдельных, так сказать, наших чиновников и губернаторов, которые понимают, что действительно вот то привлечение инвесторов и создание наоборотов, это стоит на первом месте для любого, наверное, украинского чиновника, который возглавляет область или мэр, потому что созданные рабочие места и предприятия, это повышение уровня жизни и, соответственно, повышение доходов в бюджет, будь то города и области, это, опять же, хорошие дороги, медицина и так далее. Да, мы все об этом понимаем и знаем. Но на тот момент, когда мы решили, это было как раз после кризиса, вот, потому что восьмого года, вот, это как раз в девяносто восьмом году, я не договорил, у нас два фактора было, кроме Кватроника, еще был кризис в девяносто восьмом году, если вы помните, курсы резко рванул, и доходы, естественно, упали, наценки упали, и поэтому это тоже подвинуло нас, так сказать, чтобы как-то увеличить свои доходы, убрать лишнего посредника в лице вот этих европейских марок, First Equatronic. Как ни странно, все кризисы давали нам плюс, потому что мы в девяносто восьмом году создали свой бренд, а в две тысячи восьмом году, когда настал вот этот большой кризис, точно такой же с курсом доллар, ну, всемирный, да, был кризис, у нас гривня с пяти, там, до десяти. Ну, все помнят, да. Да, до восемь, все помнят. Это зато подвинуло нас, мы в девятом году открыли свой завод в Каневе, потому что посчитали, что почему бы не стиральные машины, которые мы завозим из Китая, достаточно много места они в контейнере занимают, не производить здесь. Мы вначале взяли Эскадивит, это называется тут же самую стиральную машину, но она была разукомплектована, разобрана. То есть понятно, что когда заводится отдельно двигатель, отдельно корпус стиральной машины, это уже отсутствие пошлин, но, естественно, это все происходит дальше сборкой, ну, называется отверточная сборка, да. Экономия небольшая есть в пошлине, но за счет того, что платишь рабочие места, людям, то есть примерно на то, на то и выходило, поэтому я считал, что это такой наш трамплин для того, чтобы уже открыть полноценное производство. И вот в 2009 году этот же завод, который поставлял стиральные машины, нам предложил, давайте в партнерских отношениях откроем завод в Украине. И отправил главного инженера, и в общем-то они когда нам дали на просчет, я сразу говорю, ты Громыко, профессионал в продажах, мы профессионалы в производстве, вот, мол, давай 50 на 50. И тут мы столкнулись с тем, что, оказывается, нельзя на самом деле партнерские отношения начинать с заводами, которые сами же производят, и которые потенциально твои же конкуренты, да, вот если мы будем запускать завод самостоятельно, потому что они стараются заработать и на входе, и на самом оборудовании, и на пресс-форумах, все то, что они нам предоставили, мы увидели, что все это мы можем купить дешевле. То есть стратегически неправильно будет, да. Да, и стратегически выгоднее все-таки совместное производство открывать с теми, которые либо инвестируют, либо поставщики комплектующих, потому что сам производитель таких же стиральных машин, он потом эти же комплектующие, эти же оборудования и так далее старается на этом еще заработать, что называется на входе. В общем, не сложились у нас, так сказать, партнерские отношения, но с другой стороны, они нам передали определенную часть опыта, и мы узнали китайских инженеров, которые, на самом деле, им делали такие же заводы, обратились к ним, в общем-то, мы сделали клон китайского завода по стиральным машинам в Каневе. Почему в Каневе? Потому что там был еще при Советском Союзе завод, который выпускал такие стиральные машины Купава. Они назывались Купавом, но они такие маленькие были, такие металлические, знаете, эти стиральные машины, и в общем-то, они даже сохранили этот бренд Купава, завод Купава у нас остался, да. Поэтому были специалисты. Это как юридическое лицо, да? Да, юридические были специалисты, да. Завод, конечно, уже там не работал, но даже еще валялись эти стиральные машины. Ну, по крайней мере, у вас была база, куда можно было прийти и открыть производство. Поэтому мы когда изучали, где открыть, это вот так вот просто случайно, что была база, что действительно есть люди, которые разбираются в стиральных машинах. И поэтому выбрали эти ткани в завод, открыли в конце девятого года, запустили завод стиральных машин. Александр, а у меня вот такой вопрос. Производство здесь. Вы поставляете товар 50 стран мира. Там написано made in что? Ну, часть продукции made in Ukraine, часть продукции made in China. Китайская продукция нам помогает. Это дополнительная синергия, потому что мы переводим сюда производство. Действительно полноценное, как я говорил, клон китайских заводов. Это не отверточная сборка. Все, что мы производим, а в Канье, это после стиральных машин мы запустили. Уже, кстати, после революции, революции достоинства. В 2014-2015 году мы стали активно развивать производство, потому что до этого мы развивали активно расширение наших филиальных сетей. Это Болгария, Венгрия, Румыния. Вот эти экспорты и страны. Присутствие, да. Дилеры. И когда наступил вот этот кризис уже 2014 года, и точно так же курс резко взлетел, да, с 8, как мы знаем. Вы решили сконцентрироваться внутри страны. Да, мы увидели, что наше производство, которое вот работает себе, оно прибыльное, оно работает по-прежнему. И все хорошо, поэтому посчитали, что имеет смысл его развивать активно. И поэтому я считаю, что по-настоящему я стал заниматься производством, это вот 2015 год. Мы приобрели большой завод в Черкассах. Мы запустили сразу много новых продуктов в Каньеве. Это электрочайники, это тепловентиляторы, это сушки для фруктов, мясорубки, миксеры, в общем мелкую технику. Широчайший ассортимент. Да, широчайший ассортимент. Мы купили очень множество пресс-форум, большие инвестиции пошли. Мы столько много говорим, мы так горды Сатурном. А у вас дома? Что есть из-за сатурна? У меня, например, чайник Сатурна. Я недавно так подумала, чайник. Я его купила, дизайн. Мне понравился дизайн. Знаешь, что женщины покупаются? Ну, дизайн. Мне очень понравился дизайн, поэтому у меня есть вот чайник Сатурн дома. А у вас? У нас в основном продукция Сатурна. Более того, я скажу, что у меня жена говорит, что у нас какая-то другая техника заколдованная. Потому что, чтобы она не приобрела и все время кажется, что вот что-то там из самых дорогих известных брендов будет лучше, они ломаются, как правило, и снова утюг переставляется. Опять Сатурн, который у нас работает уже много лет, там тот же чайник и так далее. То есть, безусловно, мы используем нашу же технику. То есть, у нас она действительно долговечная. Я знаю, у нас в офисе есть и чайники, и микроволновки, и печки, которые уже десятилетиями работают. Уже вроде надо выкидывать, но они работают. Так что, это, конечно, такая маленькая реклама. Качество. Мы стараемся придерживаться, конечно, высокого качества. А как вы успеваете вот за этим всем, всем этим управлять? То есть, и филиалы за границей, и здесь, и два завода, Черкассы, Кань. Вы вообще в ЦХ бываете? Конечно. Вы разговариваете с вами сотрудниками? О чем? Да. Что они вам говорят? Что они вам рассказывают? Что вы им рассказываете? Что вы им доносите? Ну, во-первых, я хотел сказать, что я на всех форумах, вот как уже глава общественной организации Ассоциации выровняков электротехники, всегда говорю о том, что если все, что нас окружает, вот в том числе и в этой студии, да, очень много, наверное, может, 70%, я не ошибусь, произведено в Китае, и для того, чтобы вот всякие светильники, не знаю, лампочки, вот эти розетки, там, столики, не знаю, кресла и так далее, что все это можно производить в Украине, но для этого надо все-таки иметь опыт продаж, да, то есть вот бывший трейдер, вот такой, как я, когда мы хорошо занимаемся, знаем, как и что продается, гораздо легче переходить на производство, ведь мы ставили на производство именно те вещи, которые хорошо умеем продавать, да, поэтому нам было достаточно легко и правильно подобрать дизайн, да, работают наши дизайнеры, но мы быстро согласовываем, мы знаем, что рынку нужен. Сколько сотрудников вашей компании? Вы можете назвать цифру? На сегодняшний день это около 500 человек, и при запуске завода холодильников Черкассы, большой завод мы запускаем, сразу будет тысячу человек, то есть там большой завод на 300 тысяч холодильников, мы уже опытное производство, первые украинские холодильники уже получены, made in Ukraine, да, но еще серийное производство, мы еще их дорабатываем, серийное производство начнется буквально через пару месяцев. Александр, столкнулись ли вы с такой проблемой, как многие сталкиваются в Украине, с оттоком кадров квалифицированных? Так, есть, конечно, такая проблема. Куда он оттекает? В тех же Черкассах, есть в центре города, прям палатка, рабочие места в Польше. Рекрутеры. Рекрутеры, вы туда приходите? Мы туда приходили сами лично, и там прямо сразу же вам говорят, вот у нас есть люди на прессах работают, мы обучили их, работают на прессах, да, потому что у нас те же печки, конвекторы, мы же все производим сами, как мы говорим, от рулона металла, и поэтому действительно приходится этих специалистов набирать, обучать их, они потом идут туда, в резюме пишут специалист по прессам, и их тут же в Польшу говорят тебе 800 евро, 1000 евро. Я же о чем? Как вы справляетесь с этой ситуацией? Какая-то система мотивации может существовать? Это тема, конечно, мотивация, то есть вот то, что вы говорите, общаюсь ли я с коллективом, я очень люблю общаться с коллективом, я постоянно приезжаю на завод, и даже с простыми рабочими я с удовольствием узнаю, и как у него, и как в жизни, и, ну, бывает, и каждую неделю бывает чуть-чуть попозже, раз, когда есть такие, ну, сейчас, например, промежуток с праздниками, там, может быть, раз в месяц, да, но, но раньше это было очень часто, там, думаю, в феврале тоже у меня будет, частые поездки на производство, потому что у нас сейчас запуск завода холодильников, то есть я вникаю действительно сам лично, что происходит на заводах, и мы стимулируем людей, ну, во-первых, там питание, да, у нас, и даже в офисе бесплатная столовая, то есть вкусно кормят, потом мы всем организовали, включая там всех рабочих, это бесплатная страховая медицина, и все, даже кто заболел, все очень оценивают это, что у нас действительно страховка, и ты идешь и без очереди, и в клинику, в частную клинику в том числе, тебя принимают, и все бесплатно лечат, причем по коммерческим расценкам выставляют только счет, оплачивает страховая компания, а саму страховку оплачиваем мы, сверх зарплаты, да, поэтому, ну, вот такие, в общем-то, опции, так сказать, забота о сотрудниках, они действительно дают о себе знать, и поэтому люди лояльны к нашей компании, вот, и понятно, что повышение зарплат банально приходится, а что делать, если люди бегут в Польшу, нам нужно их сохранять, эти кадры, поэтому, конечно же, и повышение зарплаты, безусловно, идет тоже. Инвестиционный климат в Украине, мы вот сейчас вот коснемся этой проблемы, я считаю, что это проблема, потому что, ну, какой инвестор придется? Да, когда такая сложная какая-то ситуация непонятная, непрозрачные законы и так далее, как, по-вашему, как создать этот благоприятный инвестиционный климат в Украине? Ну, вы знаете, вот поэтому, наверное, я, когда мы начали вкладываться в завод, я действительно поверил в то, что после подписанного евроинтеграционного соглашения, что максимально будет способствовать, я и сейчас в это верю, я всегда оптимист. Инвестиционный климат, безусловно, делают тоже наши политики, да? И вот эта маленькая ступень, мне часто говорят, ты возглавил общественную неприбыльную организацию, да? У тебя ряд за тобой предприятий, уже производители, причем крупных производителей у нас, наша ассоциация есть, да? Где по две с половиной, по три тысячи сотрудников есть, заводы работают. И ты возглавляешь глава этой ассоциации воробников электротехники. Это твой трамплин в политику? Ты сам хочешь идти в политику? Я всегда отвечаю, нет, я действую по китайскому принципу, как китайцы говорят, нельзя быть слишком близко к политикам, чтобы не обжечься, нельзя быть слишком далеко, чтобы не замерзнуть. Вот ассоциация, это примерно вот мое, да, это примерно вот такое место мое, да, между бизнесом и политикой. Безусловно, это дает мне возможность входа, и меня часто приглашают и в Кабмин, и премьер-министр, и другие министры, прислушиваются к моему мнению, да, но сам лично туда не планируете, потому что за мной стоят коллективы, я хочу работать еще на свой бизнес, который связан с бытовой техникой, и кроме того, у нас есть еще ряд других направлений по бизнесу в КТД-групп, которые мы также развиваем. Контрабанда, она вам мешает? Контрабанда, безусловно, один из, так сказать, пунктов нашей, так сказать, программы, наша ассоциация, ряд пунктов для того, чтобы уравнять бизнес, то есть чтобы мы все на равных платили налоги, чтобы не было такого, что один платит, а конкурент его не платит, что один завозит контрабандно, другой официально. Естественно, контрабанда подрывает не только там белый бизнес, подрывает, в первую очередь, производители, которые создают рабочие места. Это бич действительно страны, там МВФ оценивал в 100 миллиардов гривен потери от контрабанды. Я думаю, что где-то так и но эти цифры очень близки к истине, потому что когда мы говорим контрабанду, то надо не просто вот задуматься, а где-то она там. Она, вот зайдите в любой наш гипермаркет, супермаркет, Ну хорошо, Александр. Торговый центр, крупный в центре города, ведь сплошная контрабанда, кругом куда ни посмотри. Хорошо, как я поняла, чтобы бороться с контрабандой, нужно платить налоги. Значит, я хотел сказать, что по поводу налоговой системы. У нас один из главных сейчас пунктов, мы собрались инвесторами, уже вот за разными ассоциациям, нефтегазовый сектор и так далее, стоят реальные собственники, владельцы крупных компаний. У нас было такое вот именно собрание акционеров, которые поставили вопрос, как жить дальше, как поднять капитализацию страны для того, чтобы поднять капитализацию бизнеса. К сожалению, страна декапитализирована, и поэтому даже успешный бизнес в Украине все равно стоит очень дешево по сравнению со своими же аналогами, которые находятся в Европе. Поэтому, безусловно, все понимают, что нужно капитализировать страну. Что нужно для того, чтобы капитализировать страну? Как убить контрабанду? Как вот эти вопросы и ставились? Мы решили проявить инициативу и для наших политиков, особенно сейчас, предвыборный год, показать о том, что по целую программу, и мы назвали доктрина экономической безопасности, такая доктрина безопасности есть у наших союзников Соединенных Штатов, Трамп подписал в 2017 году. Если коротко, о чем она? Да, если коротко, доктрина – это глобальный документ, который показывает все вызовы страны перед внешними вызовами. У США, там есть Китай, взаимоотношения с Европой. То есть это как внешние вызовы, так и внутренние. У нас это тот же отток кадров, это Донбасс, это Крым. Это все безопасность, которая связана с экономикой. Это контрабанда та же. Поэтому описание глобальных проблем и описание глобальных, как их решить – это доктрина экономической безопасности. Ну так почему, Александр, почему многие производители везут контрабанду? Или я неправильно сказала, непроизводители? Не производители, импортеры. Импортеры, извините. Она же существует ради… Ну, кто-то как-то есть. Вот я хочу сказать, что есть та же контрабанда, например, даже вот в нашей секторе, в бытовой технике. Она как была, так и остается, и есть. И они даже посмеиваются, удивляются, что мы… Мало того, что мы, понятно, официально все растамаживаем, никакой контрабандой, все доединили. И платите налоги. Платим все налоги. Так мы эти многие изделия, которые мы перенесли, еще здесь и производим. Опять же, платим НДС все налоги. И как мы можем конкурировать, да еще и когда 500 рабочих мест, и еще 500 создавать. То есть, когда идет такая же контрабанда этих же, не знаю, конвекторов или другой бытовой техники, которую мы производим, то, безусловно, это сильно нас подрывает. Конечно, есть большой плюс у нас все-таки в Украине и по сравнению с Китаем, что мы достигли китайской себестоимости в Украине. То есть, мы можем производить по китайским ценам. Поэтому нам, как ни странно, даже легче конкурировать в той же Болгарии, Румынии, в соседних странах, чем в Украине. Потому что там контрабанда-то нету, там давно ее побороли. Причем метод там борьбы же был не такой, что давайте укрепим границы. И если вы видите на каких-то новостях, что там где-то в Гамбурге, в контейнере обнаружили тонну кокаина, и блестящая операция провела таможенную, это вовсе не означает, что в Гамбурге, в порту каждый контейнер с собаками досматривается. Нет, конечно. Вся борьба с контрабандами сводится к месту продаж. То есть, поймали какого-то маленького наркодилера в ночном клубе, который 20 грамм кокаина продавал, начинают раскручивать его, и дальше по цепочке приходят к тем крупным поставщикам, кто поставляет крупно. То есть, здесь тоже сеть такая. Здесь точно так же, а в товарной контрабанде это же еще гораздо легче, потому что товарная контрабанда рекламируется. У нас же сегодня, вы посмотрите, куча рекламы бордов и ювелирных и так далее. Ювелирный рынок весь в тени, сплошная контрабанда золота самых известных брендов, которые вы видите на бордах наших, известные артисты в том числе рекламируют. Поэтому вы зайдите в этот магазин и вы обнаружите, что там продает некий предприниматель Петренко, за которым стоит реальный хозяин. Но он продает без всяких документов о происхождении, где такого видано. Только потому, что он ФОП? Да, потому что он ФОП, он предприниматель, освобожден от любых ведения документов. То есть, это такая ладейка, которые нашли, да? Конечно, да. И от этого надо избавляться? Совершенно верно. Я скажу, что у нас есть партнеры, которые берут Сатурн в Зимбабве. Это такая африканская страна. И они были очень удивлены, потому что у них в Зимбабве такого, конечно, нет. Они говорят, когда я говорю, если у вас большой магазин продает айфоны и прочие телефоны без документов, без кассового аппарата. Он говорит, как без документов? Сразу конфискация, если нет документов. Я говорю, а почему конфискация? Надо же доказать, что это контрабанда. А они говорят, что у нас не надо доказать, если нет документов, ты где-то украл, ну ты ограбил какой-то склад, ты выставил эти магазины. А у нас это упрощенец продает и на вопрос, где-то его взял. Он говорит, купил, где-то на рынке седьмого километра. Огромные магазины, они оказываются где-то на седьмом километре покупают. Без документов. В Зимбабве конфискация в Украине нет. Хорошо, но нашему украинскому покупателю выгодно покупать контрабанду, получается? А он не знает, что это контрабанда? Он не знает, что это контрабанда, безусловно. Поэтому наша ассоциация, в этой Раде бизнеса, был разработан, например, законопроект, который сейчас в Кабмине. Мы очень надеемся, что его поддержат. Это мотивация всех покупателей проверять фискальные чеки. Потому что каждый магазин, как вы знаете, выдает чеки. Но они не фискальные в большинстве случаев, на всяком случае на промышленные товары. А такие написанные? Нет, они с виду, даже может написано быть фискальный чек, но это липовый, он совершенно не идет ни в какую налоговую. Но зачастую пишется товарный чек. Если вам выдают товарный чек, накладную или еще что-то в магазине, можете быть уверены, в 90% это есть та самая контрабанда. Или просто там написано товарный чек Фоб Петренко о том, что мы говорим. В больших 90% случаев это контрабанда. Уважаемые телезрители, следите за фискальными чеками. Давайте поможем сами себе. Да, поможем и бюджету, нашим дорогам хорошим, нашей медицине и так далее. Совершенно верно. Вы такой человек с активной позицией, но тем не менее нельзя сказать, что у вас так все легко получается в жизни. Вы сталкиваетесь и с трудностями, и достигаете больших высот успехов не только в бизнесе, но и, так сказать, в сферах сопричастных. Что вас вдохновляет? Ну, каждый шаг, который я делаю, провожу даже в бизнесе, каждый день, я всегда вдохновляюсь новыми идеями. Как мне говорит наш директор компании, он говорит, как только Александр Владимирович приезжает в офис, сразу какие-то новые идеи, и сразу даже уже по дороге что-то новое генерируется. То есть мне всегда приятно, преодолевая каждый следующий трудный шаг, он всегда у нас в нашей стране сложный, как расширение ассортимента, так и расширение бизнеса. То есть вот наша последняя, например, идея, если говорить про нашу бизнес-инициативу, в КТД Групп мы открываем американские школы. Сеть у нас, сразу желание тут же открыть американскую сеть школы. Естественно, вначале мы открываем первую школу в Киеве американскую, это преподавание, естественно, на английском языке, это полностью западный подход, это франшиза на самом деле, IBIT, есть такой интернешнл бакалаврат, центральный офис в Женеве находится, 140 стран имеют эти школы, в том числе в Киеве тоже у нас имеются таких, три школы уже, да. Мы будем с ними, мы им составим такую хорошую конкуренцию, потому что они совершенно заплыли жиром, как я считаю, потому что места у них нету в этих трех школах, у них очень высокая стоимость, они никаких проводят никаких маркетинговых программ, у нас будет серьезная программа, мы хотим набирать, в том числе на гранты, так сказать, особых талантливых людей, детей, которые могут приехать хоть со Жмеринка, хоть с любого другого городка. Но если он действительно талантлив, он действительно хочет учиться, он может у нас получить гранты, учиться бесплатно по действительно международной программе, американская школа, которая развивает личность и дает возможность поступать в ведущие вузы, причем без экзаменов, IBIT предусматривает уже, набрав баллы здесь в Украине, у вас открывается широкая возможность поступления в вузы Британии и США, в том числе и к нам можно перейти, у нас есть программа 2 плюс 2, то есть можно два года отучиться уже дальше после нашей школы университетской, у нас подписан ряд контрактов с университета, трансферное образование, то есть вы не теряете время, 2 года обучаетесь здесь и уже как бы более взрослого ребенка, когда ему 19-20 лет, уже легче отпустить и он уезжает в США, сразу на третий курс поступает. То есть сегодня такой опции нет ни у где в вузах, а у нас мы подписали такие контракты, у нас есть партнеры мощные американцы, вчера как раз еще с одной американкой встречался, то есть мы активно решили вкладывать в образовательный бизнес, потому что это действительно того, чего не хватает в Украине. Вот когда мы говорим про культуру, про политиков и когда зачастую хаем этих политиков, да, у нас в Украине многие там недовольны политической ситуацией, то не зря говорят на Западе, мы выбираем сами политиков и мы сами их достойны. Поэтому для того, чтобы нам пришли новые политики, нам нужно развращивать новые молодежи, вот, а это образование, поэтому вот мы решили вкладываться еще и вот в образование, я думаю, что этот новый большой шаг тоже принесет нам успех и успех вообще всей Украине. Еще бы кто-нибудь о детских садиках подумал, но это такое дело. У нас, кстати, школа IB это с трех лет, это называется дошкольное образование, у них так это называется, но это, конечно, детский сад по-нашему, то есть с трех лет уже будет ребенка обучать по западным технологиям совсем другое мышление. Потрясающе. То вы порекомендуете молодому поколению, который смотрит на Запад? Когда говорят, что нам нужно удерживать здесь молодое поколение, я, как я уже говорил, в совершенно либеральных взглядах, я считаю, никого удерживать не надо, если есть желание отучиться там, безусловно, надо ехать, учиться, познавать мир. Но я считаю, что родина и быть патриотами страны, это означает, что отучиться там и вернуться сюда. Нужно знания применять здесь. Причем у нас действительно колоссальный потенциал в Украине, я верю в большое развитие, большую перспективу Украины. Я верю, что, как я уже говорил, Украина может стать большой площадкой производственным и китайским, так сказать, китаем, европейским китаем. Мы можем перенести сюда все производства, любых товаров народного потребления и шильдики Made in China заменить на Made in Ukraine не только в Европе, но и той же США в Америке, которая водит, кстати, пошина, помогая нам против Китая и имеет отсутствие пошин, кстати, с Украины. Поэтому огромные перспективы Украины, как войти в машиностроение, в развитие производства. И, конечно, у нас очень большой людской потенциал. На самом деле люди очень талантливые в Украине, поэтому я уверен, что у нас очень большое перспективное будущее. Александр, вы знаете, что наше завершение передачи программы, вы знаете о нашей целевой аудитории, о нас смотрят патриоты Украины, крымско-татарский народ и люди, которые живут в Крыму, на оккупированной территории. У вас есть такая возможность обратиться к ним напрямую? Если вам есть что сказать, пожалуйста. Да, я хотел в первую очередь поблагодарить, что вы меня пригласили. Я на самом деле давно и дружусь с акционерами телеканала АТР. И с первого дня у меня есть близкие друзья и крымские татары, конечно. Я поэтому всем сердцем, в общем-то, прочувствовал всю ту ситуацию, которая сейчас у них на сердце последние пять лет. И хотел, в общем-то, опять же, выразить какой-то определенный оптимизм. Я все понимаю, что у многих, наверное, есть большая тревога на душе. Даже живя в собственном доме, на своей родине, в Крыму, у них есть большая тревога. Но я считаю, что все-таки, когда мы говорим про развитие Украины, про сегодняшнюю ситуацию, когда мы будем поднимать нашу экономику и уровень жизни, есть очень большая вероятность, что все меняется. У нас власть меняется, поменяется она и в России, она во всех странах меняется. Время идет, утекает. Если у нас действительно страна поднимет экономическую свою составляющую, то есть большая вероятность без всякой войны, без всякой агрессии договориться и вернуться, так сказать, на родину, чтобы мы могли спокойно точно так же ездить, как и раньше. Я летал и ездил с удовольствием в Крым, прекрасные места. И поэтому хотел бы всем пожелать нашим, вашим телезрителям, чтобы они, в общем-то, проявили стойкость, терпение. И, конечно, всем пожелать здоровья и уверенности в завтрашнем дне, оптимизма. И надеюсь, что все желания когда-нибудь сбудутся. Ну, я думаю, с такими людьми, как Александр Громыко, обязательно поднимется украинская экономика, и все у нас будет хорошо. Спасибо вам большое, Александр. Спасибо большое, да. Спасибо.